Всем привет, с вами Филар Анисов, мы продолжаем прохождение Ведьмака. Опять мы на этом самом костре. Короче, я разузнал примерно, где мы можем, как мы можем, вернее, достать мозги утопцев. Для этого нам нужна книжечка с их описанием, это болотное чудовище, а ее мы можем найти в каких-то домах. Соответственно, чем мы сейчас будем заниматься правильно, вламываться в чужие дома. Довольно хозяева или нет, не важно. Я вас тут полутаю, пацаны. Может, что-нибудь интересное найдем. Бомжи какие-то, ничего нет. Что это? Я не знаю. Что это? Где это? Да и нахер. Хрен его знает. Это территория Харина Брога. Провали с ним. Бомжи какие-то сидят. Так, нормально, одну хаточку облутали. Так, ну вообще, по-моему, хата надо лутать в ведьмочке и в ту сторону. То есть, я сейчас по-другому, на другой стороне карты бегаю. Там еще, кстати, нам какого-то ловчего надо найти, потому что мы голову утопцы получили. Я что-то так и не смотрел, кто это и где это. Вставил и двор, костер, кузнец, весник. Там какой-то ловчий нужен. Вместо силы. А, во, ловчий. А, ну все правильно, идем в ту же сторону, да. Давайте вот эти хаточки чуть-чуть посмотрим. Может, что есть? Опа, деньги. Уу, да тут кто-то богатенький. Еще какие-то склянки, банки, блядь. Хозяев нету, но мне и на руку. В Скайриме сразу стражу звать начинают или в атаку идут. Я помню, так полдеревни перехерачил там. Потом малыша взял себе на воспитание. Этот кузнец в первой деревне какую мы встречаем. Что-то, я помню, пошло не так. В итоге я их ребенка к себе взял. Потом девочку, по-моему. Не помню, где я девочку уже взял. Обычно беру, кстати, в Скайриме девочку, какая там в этом, в Виндхельме, или как там город назывался. Снежный. Столица братьев Бури. Виндхельм, по-моему. Или Виндхельм. Не помню. Склероз. Вот, он там стоит, цветочки продает. Мне всегда так жалко становится. В приют приходишь. Чего, в приюте им норм. Особенно, когда потом эту завалил. Бабеху. Надзирательницу ихнюю. Так, там вроде говорилось про эту книжку, что она, возможно, в доме у Абигаэл. Дайте ей в 5. Будем почаще сохраняться, а то игра у нас очень любит вылетать. Запертая дверь. Отлично. Так, подписано прям. Круглые подвалы. Бля, ведьма прям посреди деревьев живет, считай. Малыш, мне сказали, у тебя есть. Я, конечно, не с Ашмоном. Хотя, кого я обманываю? Кажется, что это какое-то подобие человека, сделанное из пакли и воска. Интересно, зачем это ведьме. Мне неинтересно. Блядь, я не хочу у него книжку покупать. Дорого. А здесь что-нибудь есть? Еее. Щука, серебряное кольцо. Нормально. Сейчас деньжат поднимем. Надо было с этого и начинать. Лут. Лут всем нам поможет. Так, пойдемте ковчиму. Что он нам скажет? Он где-то здесь. Еще вот эти хаточки посмотрим. Дверью заброшенного дома. А, отсюда вообще народ съехал, что ли? А я думаю, что какие-то они пустенькие. А они хозяин дома, да. Вот это полутал. А здесь у нас прям вся семья дома осталась. Хрена нет. Так, где-то тут в эту сторону, по-моему, Ловчий. Вот, походу, он. Приветствую вас, ведьмак. Я местный Ловчий. Приветствую вас. Удивлены, что я вас знаю? Нет? Ну и ладно. Чего вы хотите? Много денег и не работать. Я принес. Крупноват для утопца. Даже похоже на... Святая Милителия. Плавун. Ведьмак, ты заработал 200 арен. А вот и книжечка подъехала. А сколько вы берете за утопца? Это профессиональный секрет. Профессия у нас одна. Похоже на то. Так сколько? По-разному бывает, но в среднем 80 арен. Я так и знал. Знал, что тут что-то не так с ценой. Успокойся. Мир идет вперед, все дрожает. Только устаревшие ведьмаки работают за гроши. И они еще меня называют паршивым выродком. Как потопаешь, так и полопаешь. Что-что. Ничего, ничего. Прощай. Не блядь бы ему набить. Так. Уровень войдите в режим, чтобы распределить таланты. А вот таланты-то я могу тут раскидать. Нет? Нет, не могу. Все только у костра. Так, давайте еще посмотрим еще в таверне. Может, в таверне можно что-то найти. Еще там, по-моему, про какую-то хату писали, как идти к преподобному. В любом случае, пойдем туда, наверное. Книгу куплю в самом крайнем случае. Приветствую. Приветствую. Да, я краснолюд. Нет, я не поддерживаю Скюэта Элей. Не открыто, не тайно. Да, я исправно хочу налоги и взятки. Постоянно. Сегодня в том числе. Успокойся. Я всего лишь хотел поговорить. Успокоюсь я в могиле. И если все пойдет хорошо, то уже через пару дней или недель. Я постараюсь прийти на покороны. На казнь тоже приходи. Меня как-то заставили присутствовать на повешении нелюдя. Веселье, полные штаны. Я уже понял, что нелюди здесь не жалуют. Как и повсюду в Северных Королевствах. Один чиновник в Изиме недавно получил награду за вклад в развитие экономики. Изобрел виселицу. Для краснолюдов. И при чем здесь развитие экономики? А ни при чем. Но ты только подумай, какая экономия, если производить их сотнями, сэкономленное дерево можно пустить на производство других товаров. Например, детских деревянных мечей. Можно один вопрос? Да? Да, после твоей истории у меня уже вопросов никаких. Скрит Аэлит я знаю. Это, короче, у нас эльфы. Краснолюды, гномы, кто взбунтовали. И, короче, тут хаос наводит. Вот это давай. Хочу поговорить об оружии. Я не специалист по оружию, хотя умею ковать мечи. Принеси мне руду трех типов, и я скую тебе отличный стальной меч. Я поищу руду. И еще кое-что. За 35 аренов ты получишь вот эту отличную оружейную смазку. Она мало где продается. Вернее сказать, она мало где продается законно. Но мне очень нужны деньги. Отлично. Буду смазывать свой меч волшебной смазкой. Да, давай. Смазка удаляет ржавчину, повышает качество оружия. В ее состав входит свиной жир и некоторые другие ингредиенты. Слушай меня внимательно. Ладно. Хватит этих плохих шуток. Сохранение игры. В обычный дом ходишь, хрень, кто течу из. Опа. Ты уже тут. Я нашел эти необычные кости. Похоже на работу краснолюдов. Это похер нос костяк. Отличная игра. Не требует такой сосредоточенности, как карты, а удовольствие получать не будет. Игра в кости краснолюдское изобретение. Популярно стало после войны. Что неудивительно, учитывая, что игра в нее абсолютно каждый наемный. Как в нее играть? Давай сыграй. А я объясню тебе, что и как. Ну давай. Приберем. Вы можете заработать немного денег игрой в покер. С костями. Бля, в покер играть не умею. Сделать ставку и бросайте кости. Вы можете поднять ставку и выбрать кости, которые хотите бросить еще раз. Игромный мир, что уже у нас побеждает. Давайте чисто разочек сыграем на три монетки. А вообще, я играть не умею. Бросить кости, ну. Опять вылеты пошли. Бросить кости. Бросок. Через бедро. Ты че? Че, я выиграл? Ты выиграл. Ни хрена не выиграю, по-моему. У вас пара, у противника пара. Не, я ничего поднимать не буду. Допустим, вот эти хочу кинуть. И так у него, наверное, большее количество надо выбить. Че, я хера помню, работает противник, думает. А, одинаковый надо составлять, походу. Геральф выиграл. Изи мани. В смысле, сели сирала? А как свалить-то отсюда? Эмм. А что делать? А давайте до 15. Вот так квартиры и проигрывают. Ничего не понял, но я поднял бабчанских. Ладно. А ты кто? Ведьмак! Ну, наконец-то! Хоть один разумный человек в этом болоте. А с кем я имею честь общаться? Лео Варден. Упец. Из тех самых Лео Варденов. Из тех или из других, чувствую, у тебя есть для меня работа. И счастье, это правда. Мой друг исчез в пещере под стенами Визимы. Ха, откуда ты в этом нашел? Ты думаешь, он мертв? Не знаю. Но я заплачу 200 аренов, если ты спасешь его или найдешь его останки и похоронишь. Как подобает. То есть я их похоронить-то буду? Конечно, договорились. Тем более, что я останки-то уже нашел. Мой друг хотел попасть в Визиму, несмотря на карантин. Тогда почему он отправился в пещеру? Мы слышали, что так в Визиму провозили контрабанду. Наверное, это всего лишь слухи. Я сделаю, что смогу. Будь осторожен. Мой друг уже имел дело с монстрами. Если он мертв, значит опасность велика. Я должен похоронить компаньона. Окей, похороним. Еще что-нибудь? Конечно. Где Альбер? Местная гадалка по имени Абигайл. Предложила позаботиться о нем. Не знаю, правильно ли я поступила, когда отдала ей мальчика. Она какая-то странная. Я зайду к ним. Спасибо, Геральт. А из техеров и мать получится. Не пойми, кому дитенка отдала. Я что-то писать. Кому бы тут заехать как следует. С кем попиздить можешь? С тобой хочу. Хочешь в драку, хочешь? Да, давай. Десяточка. Я тебе задницу надеру, да еще и задницу посмотрим. Давай. По желтому означает, с которыми вы можете вести кулачный бой, чтобы открывать такой персональный расчетник. Окей. Вот это драка. Какому бы тут заехать как следует. Ну, попади. Ох, блин. Въеблять получил. Так, ну-ка иди сюда. Ну, попади. Ох, блин. Ну, погоди! Красиво. Где мои деньги? Я в кости не играю. Твоя взяла, чужак. Забирай свои деньги и оставь меня в покое. Не, с жирным не хочу. Два часа бить будешь. Вот этот, мне кажется, тоже крутой мужик. А вот этого деда можно отпинать. Конечно. Давай на сто. Бля, вот кого я сейчас победил? Кулачный боец. Хочешь? Конечно, давай. А ты на сотку согласишься? Не пойдем. Хочешь? А на 50. Не пойдем. Хочешь? А на 40. Не пойдет. Что нахуй? Так. Че, че, кого, че, куда? Официантка. Хочу сделать заказ. Свободная комната. Добро, здоровье. Товар. Че на товар? Ага. Одна жратва. Дружбан. О, у тебя что интересного есть? Так. Чем могу по... Ого. Химера. Ведьмака. Описание. Сколько стоит? Вот. Какую разницу. Серебряное кольцо. Ага. Ну, можно себе надеть, в принципе. А, блядь. Это хранилище. Ну, нахер тогда. Все. У меня серебряное кольцо. Не терпение. 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 Так. Пойдем дальше книжку искать. Как выйти отсюда. Нормально сходил. Деньжат поднял. Хорошая деревня. Отзывчивые люди. Так. Я правильно бегу? По-моему, нет. Ну, давайте посмотрим, что здесь. У меня что-то тут не открыта карта. Одинокая усадьба. Ну, песик живой. Куда ты меня ведешь? Какая смелая собачка. Хижина Одо. Кровь и выбоины на этих доспехах говорят о том, что когда-то они принадлежали воин. А этот толстяк похож скорее на пьяницу. Жизнь потрепала. Почти арбузов, братан. Кто здесь? Я ведьма. Зачем ты вошел в мой дом с оружием? У меня нечего красть. Доспехи у тебя клевые. Я не причиню тебе вреда. Мне просто нужно задать тебе несколько вопросов. Я ничего не знаю. Я не разговариваю с незнакомцами. Мое имя Геральт. Теперь мы знакомы. Тогда выпей со мной, мастер Герланд. Я ненавижу шпионов. А ведь мы все знаем, что шпионы не пьют. Давай тогда выпьем. А давай. Чё б нет. Самое важное забыл. Ты с преподобным встречался? Конечно. Выпьем, чтоб еще раз встретились, да? Он велел нам допрашивать чужаков. А чё, куда посмотри. Чё, я бы показал. Чё? Давай выпьем. Вы можете принять участие в соревнованиях по перепои, чтобы получить нормацию и заработать. Щелкните по японке питья во время беседы, дабы выбрать на место. Вот, напиток. Вы зимский чемпион. Давай. Конечно. И чё? И чё? А если вот это? о это за милую душу давай сливовую туда же они чувак это все понимаю буду с тобой долго налакиваться то будем ноской трахнем на край мере на выпивку у меня деньги когда-нибудь видел знак саламандры не спрашивай я жить хочу если скажешь мне где их логово и нечего будет бояться ты большой и у тебя мяч но это много и мечей у них больше я покажу тебе на что я способен уходить я тебе не доверяю в смысле чародет он сидел в пил с тобой преподобный послал меня помочь тебе преподобный всегда думает обо мне я слышал разные слухи и знаю что тебе нужно у меня тут небольшая проблема в саду я не садов дай же мне закончить мастер герман некоторое время назад меня в саду вода вы выросли странные растения они живы я на них внимание не обратил пока маленькие были польза от них было жрали кротов и жуков и в чем же проблема они теперь здоровые человеческий рост и большие к счастью они днем в землю зарываются я попробую тебе помочь но это будет стоить 120 аренов мастер герман давай выпьем за погибель сорняков я дам 50 аренов за то что мы выпьем давай 120 и неорином меньше за погибель два сорняка за 70 аренов просто грабеж я сказал 120 ну мне же надо на что-то жить на что-то пить да за здоровье кстати мое последнее слово 80 это по соточке крепкая штука может 100 договорились и 1 ну за соточку можно за ебись то что бухой с ними драться будут ништяк ништяк еще свои особые вот как да Продолжение следует... Так, я дожду складу, чтобы получить вознаграждение. Ну и с мечом как-то он быстрее передвигался, по-моему. Там еще надо спросить про доспехи у него. Он, бац, дверь за насосов закрыл, чтобы и войти не мог. Ах ты, сучка, спишь? Где мои деньги, Львовский? Говори, что у тебя на уме. Я истребил чудовище в саду. Плати. Что случилось, мастер Герман? Пришел за своими восьмьюдесятью оренами? Вот они. Мы сговорились на сто. Не помню такого. Мы, конечно, немножко выпили, но моя память меня редко подводит. Так, послушай-ка. Хорошо, хорошо. Вот твои деньги. Псс, их ненормальный. Я тебе говорил, не лезь, убивай чудовищ ночью в пьяном виде. Но нет. Он нас так. Ты меня пугаешь, мастер Герман. Эх, вот всегда так с людьми. Я рискую шеей за них, а они хотят меня обжулить. А, ладно уж. Но не забудь рассказать преподобному, как я тебе помог. Эй! Брахишка. Так, вот этот вопрос меня еще интересует. Ты что, воин? Нет. С чего ты взял? Я заметил вон те доспехи. Это брат моего. Он сражался в битве под Бренной и в других местах тоже. Не люблю я солдат. Ну, кроме брата моего, конечно. Успокойся, я не солдат. Говори, что у тебя на уме. Да, все, ничего. Помирай дальше, что тут алкоголь. Алкаш. Тянет, подожди чуть-чуть. Я вздремну. Получено новое таланто. Так. Отлично. Три штуки. Прямо то, чего не хватало. Позволяет узнавать, собирать травы. Еее. Позволяет проводить еще ритуал очищения в местах силы. Время знаков. Ритуал жизни. Энергия, мощность. Ладно. Так. В принципе. Нам, наверное, ночь сейчас не нужна. Нужен день. Сейчас с преподобным поговорим. Поищем дальше книжечку про утопцев. Еще надо этого и этого похоронить. Останки, которые мы нашли. Ты че? Клянусь, этот пес что-то ищет. Берегись, иголок и хенопса-щеночек. И что ты сторожишь? Ну ладно, ты мне тоже не нравишься. Приду ночью, он сдохнет. Нихера себе ты, конструктор. Колодец выкопал, походу. Так. А где мне надо похоронить-то этого? Пещера. Пещера под стенами. Пещера под стенами. Часовня. Приходобный. Здесь еще у меня локация не открыта. Игра в кости. Ведьмачьи секреты его. Уну у утопцев. Секрет Берингара. Тяжелый следик. Вот. В одном из хенопсов я нашел останки человеческого тела. Вероятно, это был компонент Лаву Варда. Но теперь я должен похоронить его. Где? А, вижу. Всталый двор. А, так мне, походу, с ним просто поговорить надо. Тяжело на службе. Оставаться на чеку. Так, где он? О, сладкое. Сейчас, ночью. Вот, аж нет. А, тогда... Милость. Понятно. Ты меня уже забыла. Тоже шлёндра. Конечно, есть. Увы, твой друг погиб. Вот его останки. Как я и ожидал, впрочем. Кто его убил? Эхенопсы. Понятия не имею, что это. Но я верю, что ты выполнишь свою часть сделки и похоронишь тело. Но... У нас было соглашение. Подобающие похороны. Или я не заплачу 200 аренов. Что значит, подобающие? Поскольку больше ничего нет, похорони его в склепе под церковью преподобного. Ништяк. Так, нужна книга. Нужен преподобный. Нужно похоронить останки. Всё это, по-моему, в одном и том же месте делается, в центре деревни. А, ещё травку надо собрать. Ещё надо собрать травку. А где эту травку собрать? Никто, блядь, не знает. А, нет, вот она. Так, два куста нашёл. Это уже радует. Ещё три. Или к тем же вернёмся и всё. Так, ещё вы здесь, по-моему, у меня зона не исследована. Ну да. А в эту сторону у нас что? Зверь так всех напугал, что они написали... Заброшенная хижина. Заброшенная хижина, дети гуляют. Дорога к пещере. О, место силы. Ничего себе. Сумберский железный. А, ну у меня то же самое. Так, игольчатый мирт, игольчатый мирт. Игольчатый мирт. Отлично. Пять штук собрали. Ласочки на зелье. О, тоже надо берём. Какая-то пещера. Час, солнце, а где-то пизделей да получил. И успокоюсь. Здесь сохранюсь. О, тут жрать варит. А, сюда мы, по-моему, по сюжету потом двинем. Неизвестное растение. Да-да-да-да-да-да. Сюда мы потом, по-моему, придём по сюжету. Так что, в принципе, можно время не тянуть и пойти за книжечкой и за всем остальным. Такая-то чё за камушек друидский. Так, мне интересно, когда мне другие знаки-то дадут? Я помню, что в третьем я часто использовал Игни и Квен. Ну, Артак иногда. Аксим, по-моему, вообще не пользовался в боях. Если только кого-нибудь наебать. Удирай пока цел! Удите, прям, в Скайрингу, ёбе-стой. Так, ладненько. А вот в этих хижинах что? Вот, вот, видите, дождь пошёл. Люди, смотрите, прячется в эти внутрь. Не внутрь, а под крышу. Блин, это круто, по-моему, не в одной игре такого нет. В GTA дождь идёт и всем насрать. Как ходить, так и уходит. Чё за книжку дарю? Книжка, книжку дарю. Тюльпаны. А, болотный чуд... Во! Есть! Теперь можем собирать. Отлично. Всё, 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 всё. Живём. Нашёл всё-таки её. Можно дальше по риску. Хотя можно ещё пошмонать. Может, ещё какую книжку найдём? Нет, тут, походу, только Бухалова. Нормально, экономим. Денег нету. Но вы держитесь. Сорежение нет свободного места. А, ну и что? Ещё освободим. Груша. Отлично. А, тут чё? Чуть знакомо. А, я тут тоже был, походу. Ладно. В принципе, книга, какая мне была нужна, нашёл. Вот эти домики, может, потом полутаю вне серии. Если не забуду. Если что-нибудь интересное найду, потом вам расскажу. Хотя, мне кажется, сюда можно зайти и сейчас. Двухэтажный. А я сюда не зря зашёл. Ммм, кремний. Во! Вот это тема. Можно это сюда? Нет, нельзя. А это я себе заберу. Есть. Факел пригодится. Это чё за дверь? Ну и хер сей. Так. Вот сюда войти можно? Походу нет. В больших домах, мне кажется, можно много интересненького найти. Говори быстро! Как именем? Я бы хотел похоронить человека в склепе под церковью. Ты вожжёг вечный огонь. Я тебе благодарен. Спасибо. Внутри склепа лежит полуразрушенный саркофаг. Он тебе подойдёт. Полуразрушенный. Ты бы предпочёл выкопать яму в лесу? Хорошо. Годица и саркофаг. Ништяк. У меня в церкви никто сейчас не чпёхнет. Чё-то интересненького. В баклерской белой. Ладно. В церкви воровать не будем. Прикольно. Вот это буржуй. Это для простых смертных. А это для ведьмака. Помнишь меня, белый волк? Помню. Вы преследовали меня. Ты и твоя призрачная свита. Я по-прежнему этим занимаюсь. Хотя слово преследовать не слишком верно отражает суть. Зачем? Чтобы исполнилось предназначение. Предположим, я тебе верю. И какое же моё предназначение? У меча предназначения два острия. Одно из них ты, другое. Блин, вот это я не помню. На самом деле, это Тика и Охота. Та самая, с которой мы с вами столкнёмся в третьей части. Но, видите, в виде призрака. Вот я не помню. Это из книг было два острия. Одно из них ты, другое. По-моему, смерть. Типа, она за мной ведёт по пятам. Но всё время не отступает. Смерть. Я буду идти за тобой. Буду ждать, пока ты не ошибёшься. Это не всё. Есть смерть, но есть и свобода воли. Я не стану оглядываться. Я найду Саламандру и выполню своё предназначение. Я буду ждать, волк. Андрин, вас овля, овля. Ты смеёшься над предназначением. Ты не принимаешь его всерьёз. У меча предназначения два острия. Одно из них ты, другое смерть. Но это умираем мы. Умираем из-за тебя. Смерть не может поймать тебя, поэтому забирает нас. Смерть преследует тебя. Идёт по твоим следам, белый волк. Но умирают всегда другие. Из-за тебя. Лео, ты чё, ёпт дал? Сходил, блядь, в церковь. Да. Вот это поворот. Ну да ладно, зато денег дадут. По-моему, с обычной договорил, нет? Кого? Копилан вечного гранина. Вот это. Очкошник. Ты должен убедить не только меня, но и других. Что я могу сделать? Для меня ты должен просто сразить зверя. Что касается других, иди к Одо, Микуле и Харену. Увидим, сможешь ли ты помочь им. Одо, Микула и Харен. Они что, какие-то большие шишки? Они живут в предместье всю жизнь. Так что все их знают и уважают. Одо недавно разбогател. Харен торговец, а Микула стражник. Заслужи их доверие, и ты заслужишь доверие всех жителей. Посмотрим. Постой. Просто так они не поверят, что тебя прислал я. Покажи им это кольцо вечного огня. Можно было не бухать. Ну да ладно. А где оно? А где колечко-то? Кости, кости. Давайте сожрём что-нибудь. Что-то мне жрачки тут накопилось. Как тебе последние слухи о городских разбойниках? Так. Нажрался. Это хорошо. Вот, смотрите, все спрятались. Привет. Что-то мне запрещает разговаривать с не знакомыми. А, и ладно. Так. Еще нам надо Микууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу. К ведьме сходить. И хорен. А ещё в этих домах я, по-моему, ни с кем особо сегодня не разговаривал. Мне кажется, кто-то из них тут сидит. Ну-кась. Так, сюда мы потом сходим. Костёр, костёр. Дом Харена. Вот, я же говорю. Хуис Харен. Так, вот так, наверное, его хватит, да? Да-да. Сечёт, как плечо. Красавчик. Сейчас я где-то полутаю, братан. Хотя нет, какая-то книжечка. Книжечка какая-то. Против нелюдей. Отлично. Против нелюдей, болотное чудающее, введение в магию. Не знаю, читал, не читал. Теперь точно читал. Приветствую, Милсдель. А ты... Харенброк, торговец и посредник к вашим услугам. Что привело сюда ведьмака? Что ты продаёшь? Полагаю, тебя прислал преподобный? Конечно. И почему, интересно, я тебе не верю? Забери назад. Поговорим почту. Так, чё дело не так? И где кольцо преподобного? Алмазная пыль. Банки-склянки. Чё-то я, блядь, слепой. Булочка. Давайте булочку съедем. Не пропускай, я так хоть булочку сожру. Так. Введе кольцо преподобного. Тюльпан, метеорипс, красная ткань. Алкашка. Алмазная пыль. Маслечко. Блядь, чё-то я колечко-то не вижу. От преподобного. Окей, впиздим с ним ещё. Ну тогда, наверное, уже в следующей серии. Ну а с вами был Фиоранис. Всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!